Криштиану Роналду осталось забить всего 11 голов, чтобы побить рекорд по мячам за сборную. Португалец продолжает забивать, пока Сари рассказывает о его травмах. Несмотря на то, что в Европе перерыв на матчи сборных, произошло много чего интересного. Полным ходом идет подготовка клубов к трансферному окну. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Сборная России не топ В домашнем матче с Бельгией у российской национальной команды не было шансов. Бельгийские звезды были быстрее, сильнее и техничнее на каждом участке поля. Сверкали братья Азары. Очередной великолепный матч провел Кевин Дебрюйни. Счет 1-4. Но расстраиваться рано. Сборная России трезво оценила свой уровень на фоне топ-сборной. И посмотрела, как Дедрик Боэта 15 минут играет в футболке Миши Бутшуаи. Ни для кого не секрет, что национальная команда России едет на Евро 2020. Пусть и со второго места в группе. В ближайшие дни нас снова ждет много футбола на уровне сборных. И компания One X предлагает бонус в размере 6500 рублей по промокоду ГОЛ24. Качественная работа с каждым клиентом, широкая линия на матче любимых команд. Быстро, профессионально, на высоком уровне. Вся информация в закрепленном комментарии под видео. Также в финальную часть турнира за последние дни отобрались Нидерланды, Португалия, Австрия, Германия и Польша. В матче поляков с Израилем случился курьезный момент. Стюарт ловил выбежавшего на поле болельщика. И врезался в игрока сборной Польши Томаша Кенжору. Сбил его с ног и в результате столкновения нанес травму. Ну а в Финляндии после первого в истории выхода на крупный международный турнир гуляла вся страна. Месси говорит замолчать. На днях сборные Аргентины и Бразилии приняли участие в товарищеском турнире, сыграли между собой. Месси впервые за четыре месяца выступал за сборную, забил единственный гол в матче. Но самый громкий момент вечера – его жест в адрес тренера бразильцев Тите. Вот что после игры рассказал сам наставник. «Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне замолчать, я ответил то же самое. Вот и все. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться». Капитан бразильцев Тьяго Силва отреагировал еще жестче. Месси говорил с рефери и смеялся вместе с ним. На время матча судья должен отложить свое восхищение футболистам. Месси всегда пытается заставить рефери свистеть в его пользу. Мы говорили с некоторыми спортсменами, которые играют в Испании, и там происходит то же самое. Он пытается контролировать игру, влиять на решение арбитра. Поскольку у нас не было Неймара, мы оказались в невыгодном положении. Да и в сборной Бразилии все не так гладко. Вышеупомянутый Неймар не смог принять участие в игре. Потому Тите отдал десятый номер Лукасу Пакетсе из Милана. Это возмутило легенду — Ривалда. Они отдали Пакетсе футболку с десяткой, которую уважают во всем мире. Этот номер не предназначен для запасного или игрока, которого сажают на скамейку после первого тайма. Десятку уважают, потому что она была у Пеле, Ревелина, Зика, Ривалда, Кака, Рональдинью и Неймара. Самое забавное, что этот пост лайкнул сам Неймар. Вот любит он ловить хайп. Старая добрая порция слухов про трансферы. Вы же не забыли, что скоро открывается зимнее окно. Так вот, в Италии пишут, что Криштиану Роналду активно зазывает в Турин поле Пакба. Также Юви намерен зимой укрепиться осевшим на лавке Барселоны Иваном Ракитичем. Реал же готовит предложение с включением в сделку иска. В общем, в зимний период нас ждет продолжение футбольных интриг. Вообще, Перес наметил новые трансферные цели. Это порвавший Лигу чемпионов форвард Зальцбурга Эрлинг Холлан, вингер Вильяреала Самуэль Чуквизе, нападающий Эвертона Мойзе Кин и хавбек Челси Калум Хатсон Адои. А еще надо постараться сбагрить Гаррета Бейла, который прямым текстом говорит, что за сборную Уэльса ему нравится играть куда больше, чем за мадридский Реал. Одни мечтают играть в клубе мечты, а есть те, кто оттуда бежит. Центральный защитник Интера Милан Шкринер тем временем стал чуть ли не главной целью на рынке сразу трех топов. Скоро за ним устроят Охоту, Реал, Барселона и Манчестер-Сити. Также в списке интересов каталонцев и горожан находится партнер Шкринера, Стефано Сенси, который стал лидером центра поля в этом сезоне. При конте игроки прогрессируют, и это факт. Готовятся к трансферной кампании манчестерские гранды. Их яблоком раздора может стать Джейден Санчо, которого хотят видеть у себя оба клуба. Тут важно, как Санчо покинул Сити, в хороших отношениях с клубом или плохих. Скорее всего, это сильно повлияет на чашу весов. Горожане давно ищут замену Лерою Сане, который зимой отправится в Баварию. Главная альтернатива ему – Санчо, но также рассматривается вариант с Кингсли Команом. А Юнайтед планирует провести одно из громких трансферных окон и пригласить большое число молодых англичан. Мэдисона из Лестера, Райса из Весхама, Уилсона из Борнмута и МакГина с Гриллишем из Астонвиллы. Также в шорт-листе находятся Муса Дзимбеле из Лиона и Эрлинг Холлан из Зальцбурга. Давайте по порядку. Все началось после матча Лиги Европы с Зальцбургом, который завершился в ничью 1-1. Президент Наполи Аурелио де Лаурентис, похоже, очень недоволен тем, что с 23 октября его команда не может одержать победу. В связи с этим спортивный функционер принял решение после матча с Зальцбургом закрыть футболистов на базе на 5 дней. Игроки проигнорировали карантин и отправились по домам. Лоренцо Инсиние сказал сыну Де Лаурентиса, «Передай своему отцу, что сегодня мы едем по домам». Синьор Аурелио – очень влиятельный персонаж. Потому намерен уволить Карла Анчелотти, который такое допустил. А также он заблокировал все трансферы зимой на выход и сократил зарплаты на 25%. Интересно, что тифози встали на сторону президента и теперь угрожают своим же игрокам и даже врываются к ним в дома. Пострадали Аллан и Зелиньский. В общем, обычная история для беспокойного Неаполя. Криштиану Роналду в порядке В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о разгоревшемся конфликте между Сари и Криро. Если не в курсе, то Маурицу в двух матчах подряд заменил Криштиану. В матче с Лока футболист не подал руку тренеру, а в игре с Миланом назвал бранным словом наставника и покинул стадион до конца игры. Сари заявил, что менял Роналду из-за полученного им на тренировке повреждения. Но Криш прибыл в сборную и сразу сказал «Капитан в полном порядке». Всего за три дня Криро сыграл в двух матчах за сборную и забил три мяча Литве и один Люксембургу. Португалия застолбила себе билет на Евро 2020, а Роналду осталось забить всего один мяч, чтобы добраться до отметки 100 голов за сборную. На этой неделе мы убедились – Криштиану в полном порядке. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. АПЛОТИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...